Мы искренне рады приветствовать вас возлюбленные братья сестры дорогие друзья на очередном уроке субботней школы сегодняшняя тема 5 посвященная авраму и завета помогает нам понять о том как обетование данные богом авраму касаются нас современных людей мы вместе будем размышлять о том являемся ли мы его потомками и что необходимо чтобы все благословения все это доброе что бог обещал авраму стало наследием для тебя и для меня мы желаем чтобы исследование библии помогло нам не только лучше узнать аврама его жизнь но самое главное бога изменила наш характер приблизила нас к нашему создателю дала нам мир радость мы приглашаем чтобы вы могли быть не только зрителями но будьте активными в том чтобы делиться познаниями о боге со своими друзьями сегодня мы будем искать ответы из библии с нашими друзьями пастором церкви анатолием танасы и пастором церкви станиславом бичио прежде чем обратимся к священному писанию я приглашаю чтобы мы помолились помолились о наших друзьях а тех кто смотрит сегодня эту передачу а также тех кто в больнице те кто имеет переживания со здоровьем те кто имеет переживания в семье помолимся любящий небесный отец в смирении сердца склоняем наши головы пред величием твоим утрона милости твоей и благодарим тебя господи за новый день жизни на этой земле и и особенная благодарность тебе за то что сегодня мы вновь смогли встретиться вокруг слова твоего чтобы размышлять и чтобы она чтобы это слово производила в нас те изменения которые необходимы для того чтобы мы держались близко тебя господи мы также хотим в этот день возносить молитвы о нашей стране в которой мы живем и о всех людях живущих в этой стране чтобы весть евангелия достигала их чтобы мы как народ были твоим народом и когда ты грядешь на облаках небесных чтобы многие люди из этой страны смогли встретить тебя вместе со всеми искупленными также просим тебя чтобы ты благословил церковь свою в этом мире чтобы она оставалась светом и чтобы она была тем проводником через которого весь твоя могла достичь сердца людей мы очень просим тебя и в контексте того что происходит сегодня во всем мире эта пандемия просим за больных чтобы ты успокаивал их чтобы ты благословил их здоровьем и пусть во всем будет видна рука твоя а сейчас когда мы откроем слово твое господи просим присутствие духа святого чтобы он уразумел нас чтобы мы могли понятно передавать эти истины для тех кто может быть впервые соприкоснется со словом твоим благослови ведущего и нас и за все да будет слава тебе во имя иисуса аминь аминь каждый из вас имеет определенный жизненный опыт и смотрю на вас мужи сильные крепкие здоровые надеюсь но вместе с тем хочу задать вопрос приходилось ли вам своей жизни испытывать очень сильный страх подумайте вот что было вспомните причину или обстоятельства которое повергло от в сильный может быть животный страх когда но ноги подкосились когда сердце выпрыгивало когда руки вспотели но такое что хотелось кричать убегать прятаться вспомнили да я я не прошу чтобы вы об этом рассказали что может помочь человеку состоянии сильного страха что вам помогло что помогло выйти из этого дискомфорта из этих обстоятельств и и обрести спокойствие и уверенность сложный вопрос дмитрий когда ты спрашивал о страхе у меня сразу на ум пришло то что бывает два вида страха бывает страх наверное греха и бывает страх господень к сожалению чаще всего мы встречаемся с страхом который отдаляет нас от бога то есть это последствия греха поэтому вот такие ситуации жизни бывает наверное чаще всего трудно сейчас моментально вспоминать об этом но все таки был у меня такой момент в жизни я как-то об этом уже говорил когда жизнь теряет смысл вот я прошел через это и когда ты просто теряешь всякий ориентир ты не знаешь куда тебе идти конечно я тогда был без бога и поэтому это страх страшный потому что ты просто кроме как стену не видишь за ней абсолютно ничего и хорошо когда в жизни есть бог и появляется другой страх страх господень который приводит тебя в чувства и указывает тебе путь по которому нужно идти спасибо я вспоминаю картину стоматологическая детская поликлиника коридор и мамочки вместе с детьми ожидая посещение врача успокаивают своих детей которые плачут от страха панике потому что они слышат какие-то звуки странные из кабинета стоматолога может быть не так сильно больно но сама обстановка неизвестность и дети плачут мама прижимает и говорит не бойся не бойся не бойся все будет хорошо такой материнское присутствие дает успокоение подобно как мать или отец говорят своим детям не бойся успокаивают их с этим с этими словами господь обращается в 15 главе книги бытие в первом тексте к авраму который уже был не ребенок который был не не перед приемом стоматолога взрослый мужчина и он ему говорит после всех происшествий было слово господа к авраму видение и сказано не бойся аврам чего мог бояться в рам что могло его ему угрожать чего сегодня боятся люди и как этот страх влияет на их взаимоотношения с богом я думаю что нужно смотреть все эти слова в контексте после всех наверно это прецедент и для это конфликт военный конфликт война для него для авраам и но этой в этой войне он с небольшой горсткой и людей которые были с ним чуть больше 300 он одержал победу то тут на на триумф тут наоборот уверенность радость чего может бояться знаете во первых наверно тот конфликт который в которого он был вовлечен он был такой повсеместный ну скажем так для них это было всемирная война потому что все были вовлечены а он не хотя был вовлечен и нужно объяснить почему он влез в эту войну в этот конфликт между двумя скажем по контантами или договорами цари потому что он был гарантом своего племянника он был таким знаете вторым отцом для лота и он был защитником его и вот рассчитывал на него неизвестно почему это произошло брали во внимание не взяли во внимание те которые взяли ну в конечном итоге он выполнил свой долг он выполнил он не мог по-другому выполнил свой долг защищая то есть свою протекцию над лотом и когда он не взял ничего для себя это просто заявление того что причина или истинные мотивации которые имел авраам они совсем другие это было повсеместно при всех при всех царей было заявлено и к нему скажем так больших претензий не было но нужно понять еще одно авраам видел кровопролитие авраам видел что в любой момент может остановиться жизнь остановиться ну вы понимаете там и дети и умирали и и может превратиться жизнь и здесь наверно хлынула на него серьезная серьезная боль и такой знаете страх на не из-за того что там жизнь заберут его может быть конечно же он от весы в ответ в ответе за все весь тот весь тот народ который он вел и жил и жил вместе с него в шатрах конечно наверно можно было представить ну поймите более 300 человек да если даже они отборные профессионалы что касается военного дела в любом случае это господь дал ему победу и они были кочевники у них не было родственных дружеских народов семей они были сами среди чуждых народов которых их окружали поэтому те могли сам опять собраться опять пойти не бой чего не остановит до авраама были причины опасаться за свою жизнь жизнь с тех тех с кем он был сегодня чего боятся люди и как это влияет на их отношение с богом страх он прибавляем приближает или отдаляет человек от бога дмитрий если вы мне позволить я хотел бы добавить к тому что сказал анатолий и я бы хотел подчеркнуть третий текст потому что для меня лично первый текст просто указывает на тот момент когда бог открылся в раму когда он говорил в видении но мне кажется проблема видна еще в третьем тексте где говорится и сказал аврам вот ты не дал мне потомство его домочадец мой наследник мой когда мы переворачиваем только одну страницу священного писания мы останавливаемся на 12 главе книги бытия и вот смотрите что здесь написано в первом стихе и сказал господь авраму пойди из земли твоей от родства твоего из дома отца твоего и иди в землю которую я укажу тебе и что должен был получить взамен аврам и я производу произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благо в благословение теперь смотрите от 12 главы до 15 главы мне кажется прошло достаточно много времени аврам переживает о том что божье обетование может не исполнится потому что возраст уже как бы не позволяет жена уже старая а если не исполнится обетование значит все что говорил господь конечно она не имеет смысл конечно поэтому вот и в контексте того что аврам прошел через в это восстание или войну и в контексте того что у него не было детей и он стареет его объял страх а что же будет дальше кто будет продолжать мой род кто будут унаследовать и мое имя и мое богатство все через кого через кого придет спасение да и поэтому если нет потомков то нет спасения поэтому он наверное среди всех страхов которые имел аврам самый наверное приоритетный самое главное это страх дом лишиться духовного благословения не получить я бы сказал что я бы сказал что имеет место и первое то что анатолий говорил и 2 потому что вот все это вместе в совокупности просто не давала покоя в раму он хотел найти ответ на этот вопрос 3 текст как раз указывает на причину саму его страх почему это происходит и это боязнь которую не имеет нужно понимать что означает те времена и дети а самое главное это ему дано это благословение спасибо и так что чего боялся в рам мы разобрались предположили а чего боятся люди так на вскидку сегодня сегодня войны войны книги где нет не стабильность угроза развязывания 3 войны хотя как это уже началась третья мировая гибридная через все пандемия экономика экономика и так далее ничего стабильно в этом мире нет поэтому люди в страхе это мы и невидим это помогает людям прийти к богу или нет ну вы знаете как говорят как тревога только до бога как было гром грянет мужик перекрестится во время пандемии наибольшее количество поиска google это молитва люди по ищут спасение защиты у бога если они разочарованы в том на что они положили свои скажем так вложили свое свою уверенность и она шатается она разваливается то конечно теперь ищут основание на твердое основание вспоминаю ответ человека который принимал крещение это было поздняя осень озеро люди которые собрались они спрашивают что не боишься замерзнуть тебе не страшно холодная вода он улыбнулся я боюсь не холодной воды я боюсь горячего огненного озера мы имеем множество причин для страхов но наверное самый большой страх который должен нас волновать это боязнь потерять отношение с богом и господь говорит следующие слова авраму это наверное единственные и первые откровения бога о себе как он так называет но почему говоря не бойся аврам я твой щит награда твоя весьма велика не бойся я твой щит когда бог называет себя чем-то щитом что это значит в отношении чего бог является щитом вот как вы понимаете этот образ значит ли что он защищает от всего от мошек от инфекции от падений от всех бед то есть такой купол который он погружает накрывает своего сына дочь и это человек имеет полную 360 градусную защиту 7 дней 24 часа от всего что значит быть щитом давайте глянем немножечко конечно в оригинале очень интересно акуни маген то есть господь говорит я есть щит как в прошлом настоящем будущем я есть очень интересно что здесь я был в прошлом с тобой да то есть и даже тот успех который у тебя был военные ну извините 300 человек да какой бы не знаю спецназ был бы там в любом случае там 45 армии невозможно это ясно что господь дал ему это благословение и это мы видим даже в благословении встречи с мелхисадеком который открывает ему кто откуда он вообще получил это благословение и эту победу и в в общем я твой щит и значит награда твоя весьма велика господи ты защитил меня дал мне жизнь но для чего а зачем у меня нет потомка а смысл мне этой защиты смысл если мы проживаем только эту жизнь но не имеем спасения а ведь через потомков придет спасение а смысл всего это получается знаете такое животное существование до хочется быть в безопасности сытости размножаться и кушать но разве только это и это лишь смысл и смысл сотворения самого человека и смысл его существования очень серьезные вещи знаете вы меня спрашивали еще то есть спрашивали вначале чего я боялся страх животный у меня конечно было в детстве разные но когда студентам да я увидел на столе труп патанатомки труп вы знаете неужели это все расчинили и меня тоже а что дальше смерть это был фактором который пас подвигло меня задавать правильные вопросы экзистенциальные вопросы что касается авраама он задает правильный вопрос и он богу приходит и говорит господи у меня нет потомка а что дальше а куда только вот до сих пор ты меня сохранил только для того чтобы кормить и побеждать кого-то супер супер боец или супер генерал да нет ни в этом ведь смысл а чего бог хотел стать щитом для авраама и вы знаете позвольте только закончу я есть щит и здесь господь не представляет себя знаете таким щитом неодушевленным он живой щит во всех смыслах а дальше когда он говорит второе слово и там нету и то есть щит и награда это одно и то же по сути дела то есть ставит в одну и ту же линию наградов весьма я твоя награда весьма великая и тут не идет речь о том что авраам отказался от благосостояния или материальных благ здесь господь дает гарантию того что он является его спасителем мы иногда представляем что награда которую даст господь это еще становится верующим то значит это будет здоровье это будет материальное благосостояние долгие годы жизни защита мудрость руководство хотя не без этого друзья мои да господь не отменил же причинно-следственные заразе и когда человек думает о благословении неба и ждет пришествие то он опять говорит о том какая будет природа какие будет благословение как все будет хорошо но бог авраам у говорит что награда это я великая награда это не все то что ты будешь иметь а то что ты имеешь отношение со мной это и есть награда потому что тот кто имеет отношение с богом он имеет все я есть не сказал господь я есть я здесь переводится это вот ну древние слова архаичное слово я есть не который выражает значит особенность наверное стоит еще отметить и один очень важный факт вот слова щит это очень громкое заявление со стороны бога почему потому что как вы уже отметили это единственное место в библии где бог представляет себя человеку в качестве щита живой личности и другие авторы священного писания не как бы очень часто использует это слово но я бы хотел открыть и один текст в новом завете в книге эфесяны 6 6 глава 16 стих здесь говорится так а прежде всего возьмите щит веры которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого что я понимаю я понимаю что быть или скорее всего жить вне божьем царстве то есть на этой земле мы понимаем что здесь не божье царство хотя бог здесь вне его царстве имеет своих детей и он понимает что эти дети могут подвергаться сатанинским нападом и бог говорит не бойся я твой щит очень красиво здесь пост апостол павел говорит чтобы возьмите щит веры которым сможете угасить раскаленные стрелы лукавого то есть мы подвергаемся каждый день каким-то нападкам со стороны сатаны я не знаю это может быть через людей может быть через какие-то обстоятельства и так далее и тому подобное но бог говорит не бойся я живой щит я обеспечу тебе победу в этой войне спасибо таким образом обетование которое бог дает авраму не бойся я с тобой я твой щит я твоя награда она может иметь продолжение для нас я знаю множество людей моих друзей которые до прихода к богу испытывали страх моя супруга говорит я просыпалась ночью и боялась ждал когда наступит утро я боялась я просто стоял возле окна но когда стала верующим тот этот страх исчез кто-то боялся мертвых но когда он узнал о том что происходит со смертьем изменился его страх кто-то боялся о том что будет есть что будет в будущем когда ты знаешь что бог управляет этим миром когда ты знаешь а кто-то боялся умереть но он говорит а теперь я не боюсь смерти потому что я знаю что тот кто имеет господа в своей жизни тот имеет жизни даже если умрет он воскреснет таким образом если человек имеет как аврам близкие отношения с богом и бог в его жизни то чего его ему бояться даже дьявола который со стрелами огненными он не может бояться не будет бояться потому что бог его щит он с ним то есть когда человек стоит перед выбором выбрать христианскую жизнь или нет то нужно основаться на то питание что бог говорит не переживай все будет нормально то есть если у нас появляются какие-то патологические страхах фобии тогда причина может быть то что мы перестали полагаться на бога когда меньше мы чувствуем присутствие бога в своей жизни тем больше мы боимся потому что полагаемся на себя на людей на обстоятельства я думаю что каждый из жителей этой планеты земля испытывает в любом и даже если он нашел бога все равно страхи есть эти фобии никуда не уходят они могут решиться конечно же решается постепенно но когда есть страх нужно от этого не уйти нужно в правильном направлении двигаться спасибо бог дает аврааму разное обетование но какое из всех обетование обещаний на ваш взгляд является самым важным самым главным не только для авраама но для жителей земли и и для меня и для каждого из нас присутся знаете была сказочка расскажу только вот я помню сказку в детстве наверно тоже знаете когда один царь посчитал все ну и в конечном итоге заручился там чудо-юдо и так далее и он говорит я дам тебе все нет это дашь не то что ты не посчитал оказалось что не посчитал и не вовлек сына то есть сын который родился ты этого не посчитаешь с чего не имел авраам он имел все единственное что не имел это потомство но почему это так важно и это здесь мы должны есть обсудить да и моисеев 28 главе 14 стихе книги бытия говорит как раз об этом самом важном обетование 28 14 смотрите что здесь говорит он и будет потомство твое как песок земной и распространишься к морю и к востоку и к северу и к полудню и благословятся в тебе всеми твоем все племена земные вы просто обратите внимание в каком контексте звучит этот текст или это обетование когда у него нет детей и тут бог говорит слушай я же немножко раньше представился тебе как эль шадай да я всемогущий бог я все могу поэтому я всю землю отдать отдам тебе мне понравился понравилось одно выражение она была прозвучала здесь же в этой студии только на румынском языке анатолий говорил они вот где граница востока где границы запада вот сколько ты не двигаешься к востоку или к западу ты все двигаешься и двигаешься и двигаешься землю всю землю обойдешь а границу не найдешь это что-то с чем-то вот я представляю сейчас какие эмоции переживал тогда авраам когда он слышит вот эти слова сказанные богом и вы знаете что интересно господь говорит ему как песок морской выйди на не значит и посчитай звезды вот столько будут песок морской то есть это невозможно да аж но но аврааму весь тот момент господи да мне хватит хотя бы одного хотя бы двух да мне хоть герстку людей да мне хоть сотню а господь не нет ты не понимаешь как песок морской что это говорит во-первых говорит о том что у тебя обязательно это будет значит потомство знаете задайте себе вопрос почему-то так важно потомство должны задать этот вопрос и нужно ответить наверно вопрос почему так важного потомство у меня только для авраам у нас двое детей нас в семье было четверо детей два сына и две дочери и вы знаете о чем я сейчас больше всего переживаю но дочки как дочки они вышли замуж взяли фамилию своих мужей остался я с братом а мы обязаны продолжить род у брата три дочки у меня сын который еще не женат вот что будет дальше вся надежда сохранится ли моя фамилия в дальнейшем то есть для меня это очень важно я как-то даже с сыном общался игру сынок на тебя большая ответственность потому что у брата моего уже три девочки у нас только ты один остался можно будет дальше мы рассматривать о том что самое главное предназначение в том чтобы у нас были потомки что являлась самым важным то что у него было должно быть много или то что у него должно было быть семя или в том что через это семя благословятся все что значит что через его семя и кто это семя через которого все живущие на земле будут иметь благословение как мы жители этой земли можем иметь благословение через потомков авраама и в чем заметьте грамматически очень интересно построено множество то есть потомки это множество то очень много но семя единственное что как об одном совершенно верно семя и когда и в ну скажем так человек библиист или человек который знаком со священным писанием как в древности так и сегодня когда он читает о семне он сразу перекликается так такой знаете как волновой эффект отзывается еще где-то а где нам может за в адамском саду совершенно верно семя совершенно и благословение тому самому и вы примножить и 315 и бытие на уст я и и унаследуйте и всю землю заполните это перекликается но нужно понять семя не о котором мы говорим это спаситель это господь христос и мы не единожды в этой студии в этом говорили это господь христос но задайте себе один вопрос мог ли могло ли семя мог ли христос родиться через ну например одну семью зачем надо было множество зачем нужно было множество зачем такое как песок морской который заполнит и так далее зачем ведь можно было ведь и через одну горстку людей просто через семью просто провести не мог ли господь это сделать конечно да но то о чем говорит он песок морской это будет говорить о том а огромном влиянии которые господь желает произвести ведь множество имеет роли и смысл и смысл потому что мы с вами говорили и о потопе почему потому что примножилось 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 зло и господь стер а когда примножается потомки авраама это люди которые соответствуют скажем так образу божьему то множество имеет и большее влияние совершенно верно поэтому бог рассматривает этот вопрос в контексте даже спасения я не побоюсь сказать этого слова почему потому что но мы являемся свидетели тому как мир быстро размножается как достигать его вестью евангелием большим народом народом который имеет влияние на это общество поэтому бог я думаю имел в виду и хотел это открыть авраам спасибо а иисус христос стал тем семенем через которого должны были благословиться все народы мы рождаемся от первого адама наследуя склонность ко греху падшую природу болезни но второй адам иисус христос он стал родоначальником нового поколения людей которые одерживали победу там где первый адам потерпел поражение и таким образом во втором адаме в этом семени все могли иметь благословение спасения вечной жизни то есть если мы рождаемся будучи обреченные на вечную смерть то и в иисусе христе мы могли бы обрести все живущие все живущие на земле могли обрести вечную жизнь итак семя это христос и наследство наследование благословения в иисусе зависело от того какие отношения человека будет с иисусом верующий в него становится наследником а вот господь говорит аврааму произведет от него народ великий сильный какую роль вот этого многочисленного потомства бог предназначил и какое оно должно оказывать на окружающих то есть если благословение только через иисуса христа ну родился христос жил умер каждый верующий у него не погиб но имел жизнь вечную но а какую роль народа что должен был сделать народ какое предназначение миссии бог определил для народа ну заметьте от авраама да то есть и дальше господь показал ему что войдут в египет до 70 лет 70 значит человек член семьи а выйдут от туда множественное число людей более двух миллионов и это значит это число умножается и умножалось умножалось и господь даже в рабстве да и там в рабстве вы знаете поставить конец им и все-таки господь благословляет и сохраняет то есть господь ведет свою длань то есть он над ними простирает ну вот множество все я хотел бы чтобы мы понимали или осознавали масштаб господь говорит как песок морской а теперь посмотри на небо да то есть звезды это масштаб вселенский и нам нужно понять что авраам его семьи вовлечены в одно интересное вселенское скажем так битву в которой был авраам физически был значит вовлечен все мы вовлечены и вот я господь защитник и награда весьма всему всему этому делу этому плану то есть господь по сути дела открывает аврааму свой вселенский план он открывает откровение делает и здесь народ которого благословит оно в итоге будет ну заполнит миры заполнит этот мир миры заполнит это вселенский масштаб это война уже великая борьба между добром и злом и это как раз что заключение кто сыны авраама этот вопрос очень интересный задал иоанн креститель кто вы думаете вы сыны авраама потому что они всегда этим гордились не не вынесены даже из этих камней камни даже достойнее чем вы называться себя сыном другой раз даже иисус упрекаете если вы сыны авраамова то почему не делаете так как авраам не верите так как авраам замечательно сказано то есть в данном случае заполнение ну скажем так кто есть сын авраама кто есть настоящий израилетянин или еврей кто есть это человек который будет по образу и подобию у бога человек который принят спасение примет спасителя и будет переживет и в конечном итоге будет спасен а господь это сделает в конечном итоге другими словами что должны если мы говорим о потомстве евреев то что бог ожидал от евреев понимание евреев то что я слышу читаю о том что благословение в том что они занимают элитное положение а остальные второстепенное значит ли благословение в том что он выделяет какой-то этнический народ и делает их окружает их особыми благословениями и каким или все могут стать евреями или частью мне кажется что бог как раз этого и хочет разрушить он хочет им показать что вы становитесь особенными не потому что вы имеете закон вы становитесь особенными когда вы исполняете или ну да наверное исполняете будет правильно сказано или даете важность этому закону то есть показываете всему миру как он работает этот закон в вашей жизни он не только для вас он для всех людей поэтому обязанность я думаю святая обязанность этого народа была вот знакомить мир с тем обетованием которому который получил аврам от бога и яков и исаак а дальше уже народ израильский должен был передавать это миру то есть благословение в том чтобы им делиться если ты его скрываешь оно это теряет смысл это уже перестает быть благословением только когда ты подобно богу по образу бога подобен богу и ты поступаешь таким образом и с остальными с остальными народами с другими людьми которые может быть не знают бога но они могут быть по твоему примеру также могут стать сынами аврама спасибо мы подходим к завершающему наше исследование обетованию бога который обещает возвеличить имя аврама имя сделать его известным 12 глава книги бытия 2 стих я возвеличу имя твое и будешь ты благословение в каком значении имя аврама стало великим и что делает человека в великим глазах бога и как величие имени становится благословением для других я думаю что имя мы знаем что означает имя и оно неотъемлемой части самой личности и когда господь говорит я знаю тебя по имени то есть у меня отношения с тобою прямые отношения помните иисусу подходили да он говорил вот мы делали то я не знаю вас то есть знать кого то это значит иметь отношения здесь очень важно второй момент о котором вы спрашивали имя аврама будет известно всем почему во первых потому что он друг бога и аврам имя его по сути дела будет синонимом друга божьего если ты хочешь быть другом божьим ты должен быть как авраам то есть повторить этот опыт тот факт что через четыре тысячи лет мы читаем об аврааме это уже говорит о том известен известен да а читают библию миллионы людей но и есть я но я приведу есть в современном мире люди становятся известными актеры ученые писатели благодаря кто то благодаря своему уму кто то благодаря своему таланту кто то благодаря саму финансам а что самое великое в аврааме что бог среди множества кочевников его выделяет я как раз хотел к этому идти вот если вы наблюдаете телевизионные передачи какие то да смотришь на каком-то первом канале очень известном в прайм-тайм приходит очень простой человек то есть о котором мир вообще не знает но тот факт что он появился в эфире первого канала он становится известным на всю страну есть отзывы и так далее вот именно когда мы говорим об аврааме то он был другом бога а вы знаете что это означает это означает что бог говорит об этом не только жителям земли он говорит об этом жителям всей вселенной что у меня есть такой человек а в чем почему они стали такими друзьями а потому что Авраам, если можно использовать это слово, был покладистым, то есть он был готов выполнить любое Слово Божие. Он имел характер, которого ожидал Бог от него. Он подчинялся во всем. Он другими словами выполнял то, к чему Бог его призвал. И, наверное, это и сделало его известно. Спасибо. Мы говорим о 15 главе, а вот 16 Агарь история. То есть Исмаил, рождение, недорогие. Да, можно, наверное, понять Исару бедную, потому что контекст социальный и культурный, потому что Авраам должен был оставить ее или в себе, по крайней мере, взять еще одну жену, потому что не рождается. Где-то ее можно понять, можно было их понять. И все-таки не был он без Изиана. Но одно, что характерно для него, был другом. А с другом можно посидеть, можно поговорить и получить обличение и жить, и остаться с ним. И никогда не отойти от него. Спасибо. Только несколько слов я просто хотел добавить здесь. Авраам обладал очень интересными качествами. А это означает, что он любил других людей. То, что сегодня очень немодно в обществе. Сегодня люди пытаются изолироваться, жить в одиночестве. Все мое, никому не дам. Авраам и так далее. Авраам нет. Авраам ценил людей. И вот именно это Бог и ценил в нем. Потому что практически в Аврааме отражался Божий характер, Божья слава. Спасибо. Итак, Авраам, как наследник Божьих обетований и его благословений, он имел смелость, уверенность, спокойствие, потому что Бог был с ним защитой и наградой. Он имел влияние на окружающих, не потому что был богат и был талантлив, а потому что был другом Бога. И он стал праотцом не только большого количества людей, верующих, послушных, посвященных Богу людей, которыми мы можем и мы быть, но через него, самое главное, пришел обетованный Мессия, Иисус Христос. Авраам, как иной, как и Моисей, он умер. Но сегодня мы продолжаем жить. И то, что Бог обещал Аврааму, этим мы можем также обладать, если станем наследниками, если станем друзьями Господу. И знаете, Авраам увидит, увидит потомство. Потомство многочисленное. Он увидит. Он увидит. Сынов Авраама. Сынов Авраама. Дорогие друзья, дорогие слушатели, сегодня, независимо от того, какая у нас национальность, независимо от того, в какой стране мы живем, независимо от того, какое у нас образование, материальный уровень, каждый из нас может стать сыном Авраама. Тот, кто верит в Иисуса Христа, принимает его своим спасителем, он становится наследником всех благословений, которые Бог обещал Авраама. И это не только защита, руководство, помощь, но самая главная награда – это присутствие Бога в жизни. А там, где Господь, там есть все. Приглашаем, призываем быть и оставаться друзьями Господа, углублять отношения с Ним, ходить с Ним. И пусть Бог станет реальным в жизни каждого из нас защитой и наградой. Приглашаю, чтобы вместе об этом молились. Прошу вас. Господь наш и Бог наш счастливым от того, что через семя, через потомство спасительное Иисуса Христа мы можем обращаться к Тебе. Благослови всех присутствующих, благослови, Господи, всех слышащих и всех уповающих на Тебя. Дай, Господи, нам быть сынами Авраамова, быть сынами Твоими и сегодня понимать, осознавать, что Ты есть щит и весьма большая награда для каждого из нас. Просили мы все это во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Все доброго. До свидания. До встречи. Спасибо, братья. Господь нас сохранит и благословит вас. Спасибо вам. Спасибо вам. До встречи. 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 Продолжение следует...